Дорогие друзья, сегодня у нас 27 апреля 2011 года. Мы находимся в офисе Бозины Ларисы Николаевны. Бозина Ларисы Николаевны продвигает идею бюджета одного гражданина. Что, в принципе, заставило меня сюда приехать? Ну, во-первых, конечно же, личное знакомство с Ларисой Николаевной. Это радость. Второе, что полгода тому назад я снимал выступление Ларисы Николаевны Бозиной в общественной палате. Ларису Николаевну пригласили на заседание комиссии по поправкам к Конституционному суду, законодательству по регламенту Конституционного суда. И Ларису Николаевну попросили там выступить. И после 25-минутного выступления ведущие юристы, ведущие это заседание, дали интервью на камеру, которую я записал. И эти юристы говорили, что инициатива Ларисы Николаевны Бозиной, в принципе, не нова, фактически это они, разработали еще много лет тому назад. А Лариса Николаевна очень качественно популяризирует, продвигает это дело. Я спрашиваю, а насколько это законодательно правильно? Она говорит, это абсолютно правильно. Просто пару недель тому назад по Первому каналу вышла передача «Человек и закон». И Ларису Николаевну там представили в виде мошенницы, что противоправными деяниями занимается, фальсифицирует высказывание Конституции, фальсифицирует и меняет смысловую нагрузку других каких-то законодательных документов, правых актов. Но есть видео из общественной палаты, где юристы говорят, что нет, все правильно. Как относятся к этому граждане? Вот для этого мы приехали в офис Ларисы Николаевны, чтобы встречаться с людьми, которые приходят сюда, чтобы взять газету, заказать печать, еще что-то. Я помогаю не только Ларисе Николаевне Бозиной, я помогаю всему народу. Это удивительная ситуация, которая создалась в моей конкретной жизни, она пришла совершенно неожиданно. Наша семья, я муж и моя мама, 85 лет, мне 62 года. Мы до сих пор не имеем жилья. Живы мы в городе Сочи. И когда мы узнали в октябре месяце о том, что есть человек, который просто так вот, ни за что, ни за деньги, отдает информацию, разъясняет Конституцию. То есть в 93-м году лично я и моя семья все, мы пошли, проголосовали за Конституцию, глаза ее не видели. Вообще удивительно, конечно, когда она об этом сказала, это есть так, это имеет место быть. На сегодняшний день народ не знает Конституцию. И в данный момент, вот с января месяца, когда я побывала на встрече с Ларисой Николаевной, я несу эту весть всем, всем своим родным, близким, знакомым, кто только об этом знает. Представьте себе, люди имеют семью, и она тоже ее имеет. Она имеет личную жизнь, но она на нее почему-то махнула рукой. И ради кого, ради чего она все это делает? Для того, чтобы объяснить, просто рассказать Конституцию, в ней комментарий, рассказать, что нужно делать человеку. Сама разработала. Никому, ведь из чиновников даже не пришло в голову. Вера Степановна, не могу не задать вопрос, который сейчас беспокоит очень многих. По первому каналу в передаче «Человек и закон» была озвучена версия, что Лариса Николаевна – это мошенница. Можете как-то прокомментировать? Вы внутри вот находитесь, рядом с ней. Как вы видите этого человека? Дело в том, что она приезжала к нам в Сочи, и мы сняли зал. Вход у нас был 200 рублей, потому что зал был очень дорогой. Мы думали, много народу придет чем-то 400 мест. Но пришло половина всего. И нам этих денег едва хватило рассчитаться, собственно говоря, за этот зал. И еще провели занятия. И хочу сказать, что Лариса Николаевна и копейки денег у нас не взяла. В чем мошенничество заключается? Я вообще не знаю даже. Потом, значит, и что касается печати. Я удивляюсь, кому это нужно было вообще залазить в карман человеку и считать его деньги. На сегодняшний день ей нужно платить миллионы за то, что она делает. Она просто нас спасает на сегодняшний день. Более того, она без охраны. То есть как бы она сама изъявила такое велеизъявление ее – служить народу. А если бы мы все служили друг другу, мы бы на сегодняшний день так не жили. Вот эта вот конституция, она давно была для нас известна. Более, и еще я хочу сказать о том, что Лариса Николаевна, я просто была знакома, познакомилась с ней ближе. Это не тот человек, который может заниматься аферизмом или мошенничеством. И как можно вообще говорить о чистом, порядочном, справедливом, высочайшей совести человек можно говорить такие вещи. Это нужно просто, я не знаю, как обычно, знаете, есть такая пословица. Какой сам, так и думаем о других. Ну, а как, я не знаю, по-другому, наверное, не скажешь. Вера Степановна, скажите, пожалуйста, как очевидец, участник событий в Сочи, вот когда приезжала Лариса Николаевна, как люди реагировали? Выходили ли люди из зала, покидали ли мероприятие, говорили ли после спасибо? Как воспринимают информацию? Дело в том, что мы заказали встречу эту, потому что, когда мы зашли на сайт, увидели, что Лариса Николаевна даже побывала уже на Востоке, и в Сибири, и в Средней полосе, везде уже побывала где-то. Я просто подумала, откуда-то услышали, что она в пяти тысячах населенных пунктов почти за эти три года побывала. А в Сочи она не была. Но мы, в принципе, недавно только узнали. Соответственно, мы ее пригласили. И люди, которые собрались, это были очень благодарные люди, они ее благодарили, они уже многие знали ее, смотрели диски, мы им предлагали. Дело в том, что мы уже газеты пили, я здесь была первый раз, взяла газеты, раздавала людям. То есть мы как бы с мужем, и у нас очень много людей, которые нам, мы все помогаем. То есть много людей, которые помогают. То есть мы содействуем людям. Что они просят, то мы и делаем. Собственно говоря, в обреки времени, всему, что только может быть, есть. Потому что, как она несет свет и любовь. Вот. А я всегда это делала. Я не стала всегда свет и любовь. Потому что я по-другому не могу. Еще занимаюсь здоровьем людей. Поэтому вот такая ситуация сложилась. То есть она мне очень сродни, можно сказать. Спасибо. Вот так вот. Я очень счастлива, что познакомилась с таким прекраснейшим человеком. Я и так сказала, что принимаю эстафету и помогаю, и дальше буду нести. И всем об этом говорю. И у меня принимают эстафеты, и у меня поддерживают. На сегодняшний день наш вопрос мы еще пока не решали. Потому что пока, когда мы собрались писать заявление, увидели, значит, приятель. Весь город нам позвонил, посмотрите, пожалуйста. А мы телевизор не смотрим, у нас есть другие материалы, которые нам были интересны. И мы посмотрели. И, конечно, просто не то, что огорчение было, а была радость за то, что вот эта передача прошла. Что, наконец-то, хоть как-то заговорили об этой ситуации. Пусть это негативное, но через негатив пошел очень большой позитив. И люди заинтересовались многие те, которые отвергали нашу информацию. Они стали спрашивать, а что да почему да как. Ну, начали разъяснять, что вот как бы вот даже с нами произошел момент, что она к нам приехала. Мы ни копейки денег, она ни за что у нас не взяла. Роза Михайловна, скажите, пожалуйста, а что вам дает информация, вот более полное понимание Конституции, своих конституционно-гражданских прав? Вообще отлично. Я так рада, что меня познакомили с этим. Я вообще всегда такая самодерзкая была по жизни. И если мне куда-то приходилось обращаться в какие-то инстанции, я очень смело входила в кабинеты. И у меня вот эта гражданская позиция всегда присутствовала во мне. И меня всегда удивляло, что люди как-то чувствуют себя униженными. Я часто разговаривала с ними, говорю, почему вы так себя ведете? Я, честно признаюсь, Конституцию не читала. Я даже не знала, что я правильно себя вообще веду. И я даже... Ну, на сейчас мне, в принципе, со мной вроде ничего и не надо. Но я вижу, как живут люди. Нет, мне, конечно, надо тоже. Я там себе и землю купила, и дом надо будет строить. Просто я думаю, что я сама буду как-то зарабатывать на свою жизнь. Но в то же время я знала, что государство у нас богатое, у нас недра богатое. Мы вообще мировая держава. Но почему мы каждый в отдельности нищие? Просто нищие. И из-за того, что не хватает у людей средств для жизни, они еще и нищий духом стали. И спасибо таким людям, как Ларису Николаевну, Бозину, которые показали нам путь, да? Подали этот флаг, идите дальше. Я вообще очень ей низко кланяюсь, благодарна ей. Благодарна тем чиновникам, которые ей помогают. Знаю уже даже, что отклики пришли от президента страны, который уже там распорядился, что кому-то пошла помощь. В общем, это очень здорово. Я благодарна всем, кто поддержал это движение. В конце концов, мы все народ этой страны. И мы в ответе за то, что мы здесь делаем. Бог дал нам жизнь. Это благо. А мы отвечаем за то, как мы эту жизнь прожили. И когда-то ответим перед ним. Спасибо. Роза Михайловна, скажите, пожалуйста, вы упомянули вначале, что Конституцию его не читали. Познакомившись с Ларисой Николаевной, вы прочитали Конституцию? Вы ознакомились со своими правилами, обязанностями? Да, конечно. Но я, к сожалению, пока еще с Ларисой Николаевной не знакома лично. Но я прочла ее газету, вышла на ее сайт, и просто была в таком приятном шоке. Потому что, оказывается, в руках у нас, скажем, гражданина, большая власть. Непосредственно являемся властью. Если мы сами что-то не можем сделать, значит, мы уже тогда обращаемся в какие-то инстанции. Но при этом уже не клоняясь, а именно требуя. Я имею право на это. Я гражданин этой страны. И я считаю, что Конституцию каждый просто обязан знать. Ее надо преподавать в школах, в вузах, в каких-то учебных заведениях. Именно каждого человека готовить к тому, что он гражданин этой страны. И он отвечает за все, что делается в этой стране. Мы все в ответе друг за друга. Не только за тех, кому приручили, да, как есть такой лозунг. Мы в ответе за своего соседа, за своего ребенка, да, за своих стариков. В каждой семье живут по-разному. В основном плохо. Это все в основном из-за того, что не хватает денег. Поэтому я очень здорово поддерживаю бюджет одного гражданина. Я считаю, что мы имеем полное право распоряжаться тем, что наше государство может нам дать. Мы же не только себе просим, да. Мы хотим, чтобы наша страна развивалась. Поэтому все, что мы делаем, то, что Лариса Николаевна делает, это помощь нашему президенту, который сегодня, который будет завтра. И я надеюсь, что он тоже, то, что поклялся на Конституции, как на Библии, отвечает за народ, за свой, за то, что Конституция, что в ней написано, он взял на себя эту ответственность. И я думаю, он и будет помогать. Но люди есть стеснительные, скромные. Им вот эта печать, им это бланк, это просто поддержка. Просто колоссальная поддержка. Пусть они не умеют хорошо писать, но у них есть написано, да, я власть. Я непосредственно являюсь властью в этой стране. У меня были в жизни ситуации, я говорю, моя страна была, но это я. А вот эти вот печати, эти бланки для тех людей, которые хотят перемен в своей жизни, хотят перемен в этой стране, хотят перемен в своей семье, будущее своим детям оставить, чтобы дети не жили так бедно, как они. Мы и те хотим, чтобы наши дети жили лучше, чем мы. Что мы им оставим после себя? Разруху в этой стране? Как бы еще хуже не стало. Поэтому то, что сейчас, чем мы занимаемся, это великое дело, просто великое. Я призываю, если эти мои слова попадут, я призываю всех граждан с высокогражданской позиции прийти. Всегда впереди кто-то. Сделаем это для себя, для своих близких, для своих родственников. А другие придут и будут пользоваться. Это всегда так было. Пусть то, что мы сейчас делаем, это делаем для себя. Ольга Викторовна, добрый день. Многие обращаются к Ларисе Николаевне и к материалам, которые предоставляет методический центр, с надеждой, что можно получить какую-то помощь, грамотно оформить свое обращение, и придет помощь. И вот нам сказали, что вы воспользовались тем инструментарием, о котором говорит Лариса Николаевна, и что-то произошло, какие-то изменения в вашей жизни произошли. Могли бы ее рассказать? Ну, у нас семья, у нас дочь инвалид, и мы стоили очень долго на очереди. И сколько мы лет не приходили, нам говорили, что 89-й, 88-й год дают. И когда я познакомилась с материалами Бодина, я написала все Медведеву, все описала своей семье. Вот, мне, значит, пришел ответ, что они просмотрят и дадут письменный ответ. Мне пришло, в общем, пока еще не пришло письмо, у нас уже сразу врачи появились, начали все, и в департамент передали все документы. С департамента нам уже пришел ответ, чтобы мы на следующей неделе приходили, среда, четверо, пятница, смотреть, нам будут предлагать, что, какая, где квартира может быть, и что у нас устроит. То есть квартиру еще не получили, но уже все. Но уже даже то движение бюрократического аппарата, которое началось, уже вселило в вас надежду, что вопрос, возможно, решаем. Нет, без департамента нам позвонили, сказали прийти, смотреть, ну как, не смотровую, а уже будут нам предлагать, где, какое, что есть. Психоэмоциональное состояние ваше изменилось? Конечно, изменилось. Ведь нам каждый год говорили, что, когда мы не приходили, нам говорили, в 88-м. И вот 12 лет мы ходили, кому только не писали, и Лужкову, и всем правителям, и Путину, ответа не было. Медведев вот ответил, и тут же, в принципе, у нас, буквально в феврале я отправила, в начале февраля, и вот уже, в конец апреля у нас уже есть результат. А что изменилось, вот, что вы написали в письме Медведева, чем отличалось письмо, вот, данные после встречи с Ларисой Николаевной до предыдущих обращений? Вы там печать свою поставили? Одна только печать, и все. Вы всего лишь поставили? Правильно, бланк и печать, больше ничего не изменилось. А также писали, что вот такая семья, так же все вот рассказывали. И, в принципе, не отвечали нам, или понижали наши письма ниже-ниже, и опять же нам с нашего юго-западного округа приходило письмо, что вам не положено, сейчас дают такой-то, такой-то год. Вот, а после Медведева нас, в принципе, вызвали и сказали, что да, мы будем вам предлагать, какие можно будут варианты. То есть мы можем фиксировать, вы как свидетели, очевидец событий, что как только вы взяли бланк гражданина и поставили печать личного гражданина, закон или незаконно, но это произвело впечатление на чиновников, и отреагировали, они стали выполнять свою работу, как это положено по Конституции. Да, правильный бланк составленный и печать, вот это среагировали сразу. Хочется что-то, не то что для себя, а для своих детей, вот что. Дело в том, что у меня в квартире пять семей живет, пять семей, в общем, пять поколений, считай. И куда бы мы ни ходили, не то что на ногу, конечно, мы не ходили, но это вам не положено, у вас 51 метр, у вас норма нормальная. У меня бабушка участница войны, вот уже ребенок мой, унук, значит, правнук той бабушки, я с женой и две семьи еще, две дочки с семьей. Вот так. Хочется, конечно. А сколько комнат? Ну, одна проходная и две комнаты, изолированные. И пять метров кухни. Санузел совмещенный. Ужас. Ужас. Что делать? И нигде это не достучаться, ничего. Я, правда, честно, я мало ходила. Я ходила в префектуру, заявление написала, мне, конечно, ответа не было. Единственное, что мне сказали, да у вас норма, нормально. Ну, я такой человек, что я... А как норма? Санитарная норма? Санитарная норма. Сколько на одного человека? Не знаю. Ну, минимум 17 метров, по-моему, я не... Сейчас 18 метров. Вот 18 метров. И у вас все прописаны, эта площадь? Все прописаны. Ну, мужья. У вас там набирается 10 человек. Да, мужья. А у меня 7 человек прописаны. 7 человек? 7. Мужья не прописаны. Ну, хорошо, 7 человек. 50 квадратных метров делим на 7, мы не получаем там санитарную норму. И задать вопрос Амарии Гавриловне. Вот в данной конкретной ситуации, вот когда вот гражданин находится в таких вот жилищных условиях, что ему делать непосредственно? Чем вы можете помочь? Какую консультационную помощь оказать? Ну, я прежде представлюсь. Я из города Красноярска, вернее, Красноярский край, город Железногорск. По воле судьбы я вот оказалась здесь, и первый раз год назад, когда я услышала и увидела Ларису Николаевну, я сразу поняла, что это то, что просто крайне необходимо сейчас в данный момент нашей стране и всем нам. И тем более мне сразу же пришло в голову давняя-давняя информация, которую я когда-то читала. Может быть, вы тоже читали Герман Вирт, это более 100 лет мыслитель, такой гений. И я хорошо помню, я там выделила даже, вот подчеркнула, что появится белая женщина, это более 100 лет назад, которая понесет свет, вытесняя тьму. И начнется новое возрождение мира, начиная с России. И вскоре, когда я прочитала эту информацию, большая такая огромная статья была, Герман Вирт. И вскоре я услышала Вангу, перед смертью буквально, она тоже говорила, что появится женщина. И вот когда я увидела Ларису Николаевну и о чем она говорит, я поняла, вот он, вот он свет пришел. И это надо брать, тем более я человек такой всегда с высокой гражданской позиции, никогда не проходила мимо драки, не боятся люди, шарахаются где-то в непорядке, там в кинотеатрах. Всегда как-то вот придерживалась этой позиции, и тем более я не могла остаться равнодушной к этому. И приняла активное участие в содействии гражданам, в получении печати, в разъяснении культурно-правовых знаний. И вот на культурно-правовых знаниях мы как бы даем возможность людям переосмыслить, как они жили, и что нам предлагает наша Конституция, которую очень внятно, грамотно разъясняет Лариса Николаевна Бозина. И вот там происходят удивительные вещи познаний. Ну я часто задумалась, ну непосредственная власть народа, непосредственная власть народа, что это такое. И вот читая Конституцию, я очень четко осознала, что что же такое непосредственная власть народа. Это у нас появилась возможность непосредственно владеть, пользоваться и распоряжаться природными ресурсами, а также непосредственно нести ответственность за это. Значит, я осознала это в результате культурного правопросвещения, что нужно становиться хозяином. Пора уже встать с коврикой и объявить, что ты хозяин. То есть я этот пример привожу всегда, потому что, ну допустим, вот семья. Семья, ну хозяин взял, да, слуг своих назначил. Слуга стирает, второй слуга там детей обучает, третий слуга, может, отводит детей и так далее. Вот. И получается, что получается? Хозяин все ниже и ниже, потому что слуги набрали такую мощь уже, они деньгами распоряжаются, то есть карманы пухнут, а хозяин все сидит. Так вот, у нас сейчас появилась такая возможность встать, наконец-то, с коврикой и сказать, я хозяин. То есть это очень сильное, мощное переосмысление. И естественно, в таких ситуациях, вот как сейчас рассказала женщина, мы, конечно, даем образцы, которые разработала Лариса Николаевна, примерно такие, как бы скелет образцов, как обращаться грамотно во все инстанции. А во все инстанции нам приходится обращаться, потому что я вот, находясь вот здесь уже год, я слышу, мне постоянно звонят со всех регионов страны, и у меня ком переживает, переживает в горле, у меня слезы бегут, потому что это что-то невероятное, я всегда знала, что мы живем плохо, но так, как сейчас живут люди, это просто невероятно. Опустили ниже плинтуса, людей выгоняют приставы из квартир, страхи всевозможные, банки задавили долгами, звонки, настолько психологическое давление, детей не можем учить. Приходит сюда молодой человек и говорит, ну, разговорились мы, потому что я даю информацию, и он говорит, у меня вот появилась семья, так-то я учился на юридическом факультете, и мне вот это сразу стало близко, а я так сразу, а как вы закончили, да какой закончили, я живу ниже грани бедного, потому что я женился, молодой, симпатичный человек, родилась девочка, мне пришлось бросить учебу. Ну как? Это вот, знаете, мороз по коже. Вот поэтому культурно-правовое просвещение разработал Сергей Александрович Костанич. Это первые-первыхые шаги, как для первоклассника. Мы даже лексику-то не знаем. Ну, верховенство власти сменилось, верховенство непосредственно власти народа. И как это? Это же надо осознать, как мы живем, как мы жили, научить человека приходить во все инстанции с высоко поднятой головой, вот, что я на это имею право. Я в данной ситуации, я человек с высокой гражданской позиции. Вот у меня есть атрибуты власти, это бланки разработаны Ларисой Николаевной, это личная гербовая печать, и надо очень смело реагировать, тем более в такой ситуации, как сейчас, приходят ОМОНы, ФСБ, вот здесь вот были вот шесть человек. Представьте, взгляд из-под лобья, значит, за соучастие, значит, такие выражения все, вот, понятой, пригласили понятых. Вот, а на самом деле-то, когда я начала разъяснять им, что такое третья статья, а тут печати лежали, что такое печать, то есть, ну, тем не менее, мы понимаем, но вот у нас распоряжение, надо сделать обыск, типа обыска, ну, это осмотр, это не обыск, это осмотр. Меня отсюда попросили, начали вытаскивать все. Я позвонила Ларисе Николаевне, она быстро дала номер телефона адвоката, и адвокат уже с ними начал разговаривать. Но перед этим, я считаю, что я грамотно повела себя с учетом вот этих культурно-правового просвещения. Я сказала, ребята, вы слишком много задаете вопросы, «Я хочу воспользоваться статьей 51 и больше говорить ничего не буду». Вот, да, и все это как-то вот так вот все это прошло. Смотрю, спесь спадает, и еще и трубочку дала, когда адвокат взял, позвонил. Вот, и видно это, то есть, либо человек сразу сник, забоялся, это одно отношение. Когда человек с высоко гордой, поднятой головой, зная, что он ничего плохого не сделал в этой жизни, надо и вести соответствующее. В это время зашел Марк Зинович сюда, они как коршуны на него, он туда сел за стол. Ну, так, кто ты такой? Да, паспорт дай. А он с высоко поднятой головой, я так на него смотрю, просто поразилась. Вот, учиться надо. Говорит, я гражданин Российской Федерации. Тебе пишели, паспорт. А он вытаскивает удостоверение, наше удостоверение, которое разработала Лариса Николаевна. Что это такое? А вы почитайте внутри, а там внутри указ президента, статья 3, 3. Вот, и даже паспорт не стали спрашивать. Вот, он пошел на выходе, потому что их тут 6 человек, и повернулся ко мне и говорит, Тамара говорила, переписать всех, и я напишу об этой ситуации президенту Российской Федерации. Вот это очень показательно, очень показательно, как нужно вести себя вперед, когда кругом идет психологическое давление. Вот, кроме того, я хочу сказать о своих результатах, о своих ощущениях. Я, значит, пенсионер, и поскольку я здесь в Москве зарегистрирована, я всегда отправляла доверенность на дочь, чтобы она получала пенсию. На 3 года сделал доверенность, буквально год назад. Раньше этого было достаточно. Сейчас я, как я понимаю, делаю выводы, видимо, нужны деньги, поэтому ежегодно нужно подтверждать, и дочь мне звонит и говорит, мам, срочно к нотариусу в Москве, там, где снимут копию паспорта, заверят и все. Я посидела, посидела, да думаю, нет. Достаю доверенность, которая разработана у нас, пишу все, написала. Единственное, кто, если будет пользоваться доверенностью, доверенное лицо, чтобы этот человек написал сам, своей собственной рукой, фамилии, имя, отчество, и сам поставил свою печать. То есть я все это писала, внизу непосредственно власть народа Российской Федерации, печать ее, подпись, вот, отправляю. Дочь у меня очень сильно занервничала. Мама, ну мне это не дадут выйти и так далее, и тому подобное. Я же тебя просила к нотариусу. Вот, звонит она мне и говорит, мама, извини, пожалуйста, я погорячилась. Знаешь, приняли без сучка и задоринки. То есть я сделала вывод. Значит, верхняя власть, верхние эшелоны власти, верхние чиновники, и разговаривают, это же на уровне мэрии происходило. Значит, все-таки связь есть у них, и, видимо, может быть, это указание президента, это надо только догадываться, чтобы с нами обращались нормально, как с гражданами Российской Федерации. Поэтому дочь вышла ошарашенная. Кроме того, у меня был потрясающий еще один момент, это по поводу сына, город Набережная Челны. Я хочу, если, может быть, дойдет эта информация до мэра города Шайхразиева, которому я благодарна, что очень грамотно среагировал. А ситуация была следующая. У него два инсульта было, у моего сына Сергея. И лечащий врач ему гарантировал, что у тебя будет как минимум вторая группа инвалидностей. Однако, когда пришли на ФТЭК, ему открытым текстом сказал тот же врач, что дай взятку Абрамову. Абрамов председатель ФТЭК, молодой врач. Сергей два года не работает, рука не работает, речь слабая, практически непонятно ничего. И какая может быть взятка? И что вы думаете, это подтвердилось. Когда Сергею пару вопросов задались, и Абрамов ему так это, знаете, на атмошь. Свободен, можешь еще работать. Он вышел и сполз по стене, там его люди поймали просто, и слезы. Это мужик, который в детстве никогда не плакал. Который воевал в Грузии, не дать за отвагу. Он заплакал от безысходности, от беспредела. Когда он мне дал эту информацию, я быстро написала письмо Шейхразиеву, прям все описала. Но он еще позвонил мне, сделал звонок, что-то еще, я уже сейчас не помню. А я знала, что письмо вот-вот должно, не сегодня, не завтра попасть Шейхразиеву. Вот, тогда я не дожидаюсь, понимая, что письмо не дошло, я беру телеграмму и отправляю телеграмму. Открытым текстом нет взятки, нет инвалидности. И там кое-что там, ну, надо же, чтобы понять там коротко и понятно, что было. И одновременно Медведеву телеграмму, резиденту Российской Федерации. Что вы думаете? Моментальный звонок, я еще не успела дойти до офиса с почты. Моментальный звонок к Сергею, кто-то откуда, зачем писал Путину, Медведеву, он объяснить ничего им не может. Они приехали, выяснили все. Сразу тут же дали ему листок бумаги, садись, спеши. Они ему диктовали, он писал, прошу, значит, оказать материальную помощь. То есть, короче говоря, оказали материальную помощь 5 тысяч. Далее, сразу, буквально через 20 дней, повторный в ТЭК, дали третью группу инвалидности. Вот, и звонит он, мам, третью дали. Я говорю, Сережа, успокойся, только лиха беда начала. Признаться-то стыдно, что вот такая ситуация какая сложилась. Вот, и тут же его отправляют, ну, прошло, может, неделька, отправляют в Казань, зная, что есть мама такая, Тамара Гавриловна, которая, раз уж начала, значит, не оставит это так. Вот, и приезжает оттуда инвалид второй группы. То есть, все восторжествовало. Вот, вот что значит наши атрибуты. И печать, непосредственно власть народа Российской Федерации, наш статус, надо пользоваться нашим статусом. Олег, скажите, пожалуйста, а что вам дало изучение Конституции, вот этого вот фундаментального юридического документа? Как вы относились раньше к Конституции, и что произошло в вашем мировоззрении после того, как вы внимательно изучили этот документ? Ну, в первую очередь, мне что дало, я всегда по жизни был правозащитником и боролся за справедливость. И, соответственно, когда я начал изучать Конституцию, это дало мне уверенность с чиновниками, с властью, отвечать с позиции Конституции. И когда посмотрел видеоролик один-другой, да, меня просто осенило. Я понимаю, что Конституция – это главный закон страны. И, изучая ее, я стал отвечать сотрудникам банка, сотрудникам коллекторных агентств, чиновникам в управе, с очень твердой позицией, что верховенство власти по Конституции Российской Федерации является многонациональный народ. С этой позиции все остальные статьи уже являются второстепенными. А, соответственно, приняв в душу понимание Конституции, я уже разговариваю с чиновниками с другой буквы. Конечно, чиновники плохо знают Конституцию, не читали ее в таком расширенном понимании, как мы ее еще читаем. Как нам преподнесла Лариса Николаевна Бозина всю Конституцию, немножко по-другому. Она просто, как чиновники говорят, что верховенство власти у народа Российской Федерации является референдум и всеобщие выборы. Но это только наивысшая форма проявления власти. А непосредственно проявление каждый гражданин имеет право контролировать, спрашивать, исполнение работ, исполнение и выполнение тех функций, которые они на себя взяли. Потому что у нас привыкли за 17 лет правления депутатов, которые являют представительскую власть от народа, которых мы избирали. А, соответственно, что они делают? Мы теперь, как граждане, которых мы избрали, можем на полном законном основании требовать и просить отчета о проделанной работе. Это дает мне внутренний стержень правоту с них спросить. Олег, скажите, пожалуйста, как человек, который лично прошел все этапы и пользуетесь инструментариями, которые озвучены в Конституции, какой могли бы дать месседж или совет гражданам, которые еще не изучили, не прикоснулись к этим знаниям? Как правило, люди боятся судов, люди боятся столкновений с властью, с милицией. Но жизнь заставляет нас изучать законы и тогда уже с чиновников с буквы закона, с буквы Конституции, гражданского кодекса ставить чиновников на место. У меня была реальная ситуация, когда сотрудник банка настаивал прийти ко мне в квартиру, ссылаясь на гражданский кодекс. Статья такая-то. А я ему ссылаться на статью Конституции, которую главнее, чем гражданский кодекс, в квартиру не пустил. И больше от меня отстали. И, зная в Конституции, спасибо Ларисе Николаевне, что я изучил ее, эту метод внутренней стержень, отвечать, давать отпор коллекторам, чиновникам, полиции и управе на местах. Чтобы вот эти знания пришли в нашу жизнь, это какой-то добрый волшебник должен где-то постараться? Или каждый из нас должен приложить какие-то усилия? Все приходит в нужный момент, в нужное время. И поэтому, как только человек готов ученик, приходит учитель. Поэтому вовремя, все приходит вовремя. Но благодаря Ларисе Николаевне пошло движение уже около двух лет. И в последнее время очень сильно в геометрической прогрессии увеличивается людей, россиян, которые изучают Конституцию. По первому каналу была передача «Человек и закон», где Ларису Николаевну озвучили, что это она мошенница. Вы можете высказать свою точку зрения по деятельности Ларису Николаевне по поводу данной передачи? Данная передача была сфабрикована журналистами, которым, возможно, заплатили. Она сфабрикована. Но благодаря этой отрицательной якобы передаче прошла очень большая волна рекламы, что такое движение идет. И люди начали больше обращать внимание и спрашивать. Конечно, есть люди, которые слушаются этой рекламе. Есть люди, которые начинают задумываться и разбираться в этом. Но благодаря этой передаче народ немножко всколотнулся. Начали изучать, начали спрашивать, а правда ли это? А, соответственно, если бы запрещали, то, приходя в офис по разным городам, не закрывали бы их. Печати не отбирают. По многим городам ведут судебные процессы. Чиновники, властвуя на местах, пытаются штрафовать россиян за то, что они используют геральтику и печати. Но на самом деле они штрафуют от 500 до 1000 рублей и выше. Но при этом печати не отбирают. Не имеют права. Наша задача выстроить защиту юридически грамотную и отстаивать интересы Конституции. Потому что просто так чиновники власть не отдадут народу. Поэтому надо бороться. Но наша задача бороться не революционным путем, а именно гражданским путем в рамках закона. Гражданским правовым путем, о котором и говорит, в принципе, действующий президент, который юрист по образованию. Да, и поэтому мы благодарим Дмитрия Анатольевича Медведева за то, что он все-таки поддерживает народ изнутри, то есть со стороны власти. Спасибо ему. Ну вот ответственный момент, как в 1941-м говорили, что отступать некуда позади Москва. И вы женщина, вы мать. Вот какой месседж вы могли бы послать тем людям, которые сейчас смотрят? Что делать? На ком лежит ответственность? Как мы можем повлиять на ситуацию? Ну, я действительно хочу обратиться прежде всего к женщинам. Все-таки нас подняла, нас разбудила от спячки Лариса Николаевна Бозина, женщина. И я хочу обратиться к женщинам, к тем, кто имеет уже печати, но притаились, выжидают что-то. И те, кто еще не сделал шаг, взять на себя ответственность и объявить себя непосредственной властью народа Российской Федерации. Дорогие женщины, у нас появился единственный, может быть, последний шанс. Не надо ждать, что кто-то что-то сделает. Не надо ждать удачи, счастья, любви, которая придет вам с помощью других людей. Надо активно принимать участие и проявлять высокую гражданскую позицию. Пожалуйста, активизируйте своих мужей, себя, своих детей, которые уже достигли 18 и более лет. И скажите им, что никто, кроме нас, не сделает Россию счастливой. Никто не сделает счастливыми наших детей, внуков, правнуков. Поймите, пожалуйста, я это очень хорошо понимаю, что кроме нас, счастья нашим потомкам никто не принесет. Мы никому не нужны. Давайте проявим гражданскую позицию. Будьте смелее, пожалуйста, будьте решительнее. Лариса Николаевна сама по себе человек такой, что она не будет нас организовывать. Не ждите, пожалуйста, манны с небес. Она нам дала информацию. Она послана сюда свыше нести миссию разъяснительную. А наша задача принять, принять ее эстафету, принять эту информацию и давать людям. И я не призываю их к чему. Наоборот, ведь Лариса Николаевна всегда говорит, мы должны уметь решать все ситуации бесконфликтно. Так что, чего бояться? Много проверок было, много давлений было. Но в итоге ничего мы неотступного не делаем. Мы все делаем правильно. Все на букве закона. Поэтому выше головы, друзья, и принимайте активное участие. Берите власть в свои руки. И вместе мы сделаем Россию счастливой. И вот, дорогие товарищи, мы с вами провели такое любительское журналистское расследование. Мы вам показали, что любой желающий может прийти в это помещение, где работает Лариса Николаевна, взять камеру, записать вопросы, задать вопросы, получить ответы. Мы ни к чему не призываем, мы только говорим о том, что в современное время нужно лично самому все увидеть, лично задать вопросы, лично своими словами услышать и лично самому принимать решения. Вот, в принципе, один день из жизни Бозина и Ларис Николаевны. Спасибо. Итак, дорогие друзья, пришел как раз вот Марк Зиновьевич, тот, о котором и говорил Тамар Гаврилов. Марк Зиновьевич, скажите, пожалуйста, когда здесь была милиция, нам рассказали, что вы очень грамотно и правильно себя повели, попросили переписать всех сотрудников, что сотрудники не имеют право без обысков, без бумаг специальных тут пребывать. И вы своим всем видом, поведением показывали, что нужно быть грамотно, образованным и грамотно пользоваться своими правами, не забывая и о своих обязанностях. Слушаю. Могли бы как-то прокомментировать свою гражданскую позицию, почему вы здесь, и вот какой месседж вы можете послать нашим зрителям? Комментировать я не буду, и так все ясно, по-моему. Все записано в Конституции, и надо следовать только всего. Спасибо. Конкретный вопрос. Пожалуйста, я могу ответить. Как гражданам приступить к реализации своих прав? Вы правильно говорите, что надо просто пользоваться. И чиновники говорят, да у нас закон-то хороший, оно как бы читайте и все. Но почему-то так получается, что граждане не до конца реализуют все полностью права. Разуверились за эти годы. Сколько прошло лет? 18 лет. Разуверились. Разуверились. Поэтому надо начинать все сначала. Каждому подходить, каждому объяснять. Это они все, это они принимают. Ждут пока кто-то что-то сделает, а потом уже. Страна огромная. Десять часовых поясов. Каким образом можно практически реализовать, вот каждому подходить? Ездить, ездить, ездить. Сейчас же от Владивостока до Питера и от Мурманска до Черного моря уже есть местами, когда люди реализуют, граждане реализуют свои права на область на социальное обеспечение. Но Бозина одна. Сколько людей поддерживают Бозину и готовы? Я думаю, больше трех миллионов. Но добиться от, скажем, приемной Путина или Медведева количества писем они не скажут, конечно. А откуда берется вот эта вот цифра 3 миллиона? Это граждане к вам обратились как-то? Ну да. Логически, если вы строите цепочку вот за эти годы, я думаю, прошло 3 миллиона. Если только с города Тольятти, еще в 2009 году свыше 500 тысяч было отправлено заявлений. Если только Тольятти, еще весь десятый год, одиннадцатый год они активно начали развещать по регионам России и давать эту информацию. То действительно есть люди, наши соратники, которые на чате, на портале сообщают такие вот цифры. Даже 5 миллионов звучало. Люди пишут письма президенту и Путину, чтобы они дали количество, какое количество поступило заявлений. Но пока ответа таких нет. Но это надо и понять нашим-то людям, то надо это и понять, что 17 лет молчали, еще будут молчать. Поэтому самим надо действовать. А почему, кстати, нет этой цифры? Вот Ларису Николаевну всячески неумные люди вешают ярлыки, там обманщица, аферистка и так далее и там подобное. А на самом-то деле они начали абсолютно без копейки денег, абсолютно без денег. У них не было денег на аренду офиса, не было денег создать портал, не было денег создать сайт. Это вот только когда, ну что вот печать-то нормальная, люди не понимают, мы же себе деньги эти не берем, мы же отправляем в производство на печати. Так какие там копейки-то остаются? Поэтому время упущено, то есть мы не зафиксировали данное количество, какое есть на самом деле. И это надо понимать, это надо всем людям. Правильно тут приходили некоторые, говорили. Тамара говорила, да не беспокойся, мы вот за эти месяцы сделаем 2 миллиона. А почему речь идет о 2 миллионах? Потому что согласно федерального конституционного закона номер 5, по-моему, статья 19, что если воля и изъявление граждан по какому-то глобальному вопросу не менее 2 миллионов, только тогда начинает реагировать президент. Согласно конституции, вот, что либо он дает задание правительству удовлетворить просьбу граждан, либо референдум. Ну 2 миллиона это переравлено с референдумом. Вот, да. Поэтому здесь очень жаль, что упущено вот огромное количество людей, поэтому я вот и делаю призыв ко всем гражданам, которые болеют за Россию, болеют за своих детей, за свою семью, за свой род. Надо действовать, надо не сидеть сложа руки и не ждать потихонечку, втихушечку, а надо проявлять свою гражданскую позицию. Тут и все. Никто за нас ничего не сделает. Только мы сами. Вы говорите, что наша задача найти неравнодушных людей. Можете раскрыть эту тему? Что вы подразумеваете под неравнодушными? И что вы хотите донести до этих неравнодушных людей? Вот вас сейчас смотрят неравнодушные люди. Что вы им хотите сказать? Хорошо. Мы в Москве организовали инициативную группу из людей, единомышленников, людей с высокой гражданской позиции. Я сама не москвичка. Но у меня много здесь подруг москвичей. И на родине у меня есть друзья. И когда я вот как-то получила так, что они меня, мои друзья, не поддерживают. Они просто говорят, это ерунда, ничего у вас не выйдет. Я говорю, хорошо, я понимаю, я уважаю ваш выбор. Просто всегда есть люди, которые идут впереди. Они идут впереди, но другие рано или поздно все равно присоединятся. У них выхода все равно не будет. Это уже будет сделано теми, которые пришли впереди. Это, наверное, так всегда в жизни было. Но я их понимаю, этих людей. Они боятся за свое рабочее место. Они боятся за своих детей. Они боятся преследований. Но есть люди, которым ничего не боятся. Мы живем на этой земле. У нас у каждого свой характер. И мы не можем обижаться ни на кого, в принципе. Просто через интернет. Мне, кстати, моя подруга предложила. Говорит, найди через интернет людей. Мы же участвуем в разных блогах. У нас там есть сайты свои. Мы, кто-то, анастасиевцы, кто-то в сетевом бизнесе работаем. Там, где очень много народу. И мы можем каждому за две копейки газету купить, а за два рубля. И подарить. Просто подарить эту газету. Отправить людей на сайт. Пусть посмотрят. Почитайте, узнайте все, что мы говорим. Мы же предлагаем всем людям. Мы же идем с миром. Мы вас ведем к свету. Присоединяйтесь к нам. И всем будет хорошо жить на этой земле. На первом канале прозвучали такие слова, что деятельность Бозина – это торжество конституционного сектанства. И вы говорили, что мы ведем к свету. Не возникает ли здесь ассоциации, что речь идет действительно о каком-то сектанстве? Некорректно вообще. Нет, нет. Это, конечно, про все хорошее всегда говорили плохо. Это нормально. Это нормально. Это наша позиция. Вообще, мне, например, даже смешно это слушать. Это люди, которые, знаете как, есть от Бога, есть от дьявола. Вот от Бога мы улыбаемся, мы предлагаем интересную жизнь. Это образ жизни. Понимаете как? Хочется вам жить в дерьме? Живите. Это ваш выбор. Хотите жить интересно, активно? Это тоже ваш выбор. Уважаем любой выбор. Организуйте те, которые поддерживают движение, которое организовала Лариса Николаевна Бозина. Организуйте на своих регионах, в своих городах инициативные группы. Ищите своих единомышленников. Пожалуйста. Это очень интересное движение. Ну, живите так, чтобы жизнь не была прожита зря. Оставьте после себя след в истории. Ну, кто хочет жить так, как вот он живет, на сегодня его жизнь устраивает. Ну, и ради Бога. Да пусть. Живите так, как вас устраивает. Ну, если вас не устраивает, вы кого ждете? Чего вы ждете? Ну, пожалуйста, вы дождались Ларису Николаевну. Скажите ей спасибо и присоединяйтесь к нашему движению. Мы всем рады, кто к нам присоединится. Это интересное дело. А секты, знаете как, ну, это смешно просто на самом деле. Ну, секта, ну, молятся, где-то там собираются. Это опять их выбор. Если он их ведет к свету, если он делает их детей, их семью счастливыми, может быть, и секта тогда хорошее дело. Я не знаю, не участвовала ни в одной секте. Я участвую там, где я вижу, что от моей какой-то деятельности, ну, небольшой такой деятельности, может быть польза. Я надеюсь, во всяком случае. И мне хочется не зря прожить эту жизнь свою. Может быть, она единственная. Но, по крайней мере, в этой жизни я хочу принести максимальному количеству людей пользу.